Зимечки Лёва! Для времени любого! Спрашивайте в магазинах города! Накануне Дня народного единства в каждом регионе страны проходит международная акция «Большой этнографический диктант». В Шадринске площадкой для его проведения выбран педагогический университет. Мы напишем диктант вместе со студентами и расскажем, на какие вопросы о культуре и традициях народов России предлагают ответить шадринцам. Свои знания проверяют не только россияне. Диктант пишут в 11 странах СНГ. В Зауралье мероприятие проходит на четырех площадках. В Шадринске проверить себя на знания этнографии собрались около 90 человек. Это студенты, преподаватели и сотрудники университета, а также люди, которые проявили личную инициативу и пришли принять участие в акции. Написал диктант и ректор Шадринского университета Артур Дзиев. Все вопросы очень интересные, но некоторые из них требуют специальных знаний, то есть детального знакомства с жизнью, культурой, бытом, обычаями разных народов нашей страны, в том числе и малочистых, северных народов, народов Сибири, знания национальных литератур народов нашей страны. Поэтому такой диктант, конечно, хорош, как просвидетельское мероприятие. За 45 минут участникам необходимо ответить на 30 вопросов по истории, обычаям, традициям и культуре народов, проживающих на территории России. Важно, что задания позволяют расширить кругозор и узнать новые факты. Например, в 2005 году в Якутске был открыт памятник семье, олицетворяющей дружбу якутов и русских. В скульптурной композиции представлены сын, мать якутская красавица и отец, русский землепроходец и казачий атаман Семен Дежнев. Еще один интересный факт. Старейшему человеку России 1 марта 2017 года исполнился 121 год. Это Апас Ильев, который проживает в республике Ингушетия. В его родном селе 43 семьи, и все носят одну фамилию – Ильевы. Вопросы диктанта касались не только целой страны, но и нашего региона. Оказывается, село Звериноголовское было основано как казачья станица. Даже ради получения такой любопытной информации стоит участвовать в диктанте. Я участвую в диктанте уже второй год. Первый раз просто для интереса, для себя хотел поучаствовать. В этом году я уже шел целенаправленно. Вопросы достаточно интересные, необычные, отличаются по сравнению с прошлым годом. Именно пробудить интерес вообще к истории своей страны, к народам, которые проживают на территории нашей страны. Результаты диктанта и правильные ответы на задания станут известны 12 декабря, в День Конституции России, и будут опубликованы на сайте miretna.ru. По итогам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии. Все участники диктанта получат сертификаты. Отметят и тех, кто справился с заданиями наилучшим образом. После того, как будут объявлены все результаты, всем участникам будут выданы сертификаты, и, конечно же, у нас будут те, кто займут у нас первые места, кто наберется больше всех баллов. Те, у кого не было возможности написать диктант на региональных площадках, отвечали на вопросы в интернете на сайте Большого этнографического диктанта. В прошлом году его написали около 90 тысяч человек, 35 тысяч очно и 50 тысяч онлайн. Средняя оценка за диктант по стране составила 54 балла из 100 возможных. Сегодня интерес к подобным мероприятиям только возрастает. Это значит, что россиян волнует проблема гармонизации межэтнических отношений, ведь сила и опора нашей страны – ее единый многонациональный народ.